Страшная новость пришла сегодня рано утром из Ростова-на-Дону. Около четырех утра при заходе на посадку разбился пассажирский Боинг 737. Погибли все находившиеся на борту. 62 человека, среди них четверо детей. Специалисты рассматривают две основные версии случившегося. Плохие погодные условия и ошибка пилота. Обнаруженные черные ящики сейчас расшифровывают специалисты. Соболезнования Владимиру Путину всему российскому народу, родным и близким погибших, выразил Александр Лукашенко. Подробности трагедии в материале Марины Павлоградской. Один час 20 минут ночи. В аэропорту Ростова-на-Дону встречающие ждут своих родственников и друзей, возвращающихся из Дубая. Но в зоне прилета в назначенное время никто не появился. И время ожидания невероятно растянулось. А после в 3 часа 42 минуты все услышали громкий взрыв. Момент трагедии попал на одну из камер видеонаблюдения. По громкой связи о случившемся никто не сообщил. О том, что что-то не так, стало понятно, когда на взлетно-посадочной полосе послышались звуки сирен скорой помощи. С 2.20 не подавали никакой информации абсолютно. И только обещали, что он садится, он садится, заходит на посадку, заходит на посадку. По факту потом в 3.50 получается, так что он разбился. Из-за очень сильного ветра с первой попытки посадить лайнер пилоты не рискнули. Самолет пошел на второй круг. На графике видно, как он кружит в режиме ожидания. И при этом пилот не сообщал о каких-либо проблемах. За чуть более чем 2 часа, которое судно провело в небе, оно несколько раз то набирало высоту, то снова пикетировало вниз. Вторая попытка приземлиться закончилась катастрофой. Машина практически под прямым углом на большой скорости врезалась в землю. Связь с пилотом пропала почти сразу после того, как диспетчер ростовского аэропорта дал разрешение на посадку самолета. В списке погибших 62 человека. Среди них граждане России, Индии, Узбекистана, Украины. На место трагедии люди несут цветы и свечи. В аэропорту с родственниками жертв крушения работают психологи. Свою помощь в расследовании этой катастрофы уже предложили в авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. Именно их самолет выполнял этот последний рейс. Причем до вылета в Ростов-на-Дону лайнер поднимался в воздух три раза. И через час после приземления в России должен был вылететь обратно в Дубай. Мы еще не знаем подробности аварии, но мы работаем в тесном контакте с властями, чтобы установить причины произошедшего. Место катастрофы сейчас напоминает кадры из фильма ужасов. Фрагменты тел, обломки лайнера, вещи пассажиров. Все это приходится собирать буквально по крупицам. На месте трагедии в несколько смен работают сотни человек и около ста единиц техники. Уже обнаружены черные ящики. С ними сейчас работают специалисты. Также на опознание отправлены и фрагменты тел. В зоне чрезвычайной ситуации осуществляется комплексная поисково-спасательная операция. Работают все специалисты. Жесткий контроль. Среди основных версий случившегося плохие погодные условия и ошибка экипажа. Командир первый раз садился в Ростове-на-Дону. При этом в тот момент в районе лил проливной дождь и дул ветер до 70 км в час. Несколько самолетов, которые должны были приземлиться непосредственно перед Боингом, ушли на запасные аэродромы. Оперативники сейчас изымают улетную документацию и изучают действия всех служб аэропорта. Разбуждено уголовное дело. В связи с трагедией 20 и 21 марта в Ростовской области объявлены Днями Траура. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ.